Вот такой калейдоскоп можно наблюдать, если менять фокусировку при просмотре под микроскопом обычного... Всем привет! С Вами Александр и Вы на моем канале TheBelofHouse. Сегодня будет вот такая большая коробочка на распаковке. Приобретал электронный микроскоп Mastool G1200 на Banggood за 81.18$. Значительная сумма, но в Беларуси прошла она без растаможки, потому что оценили ее всего лишь 21.37$. Вес 1149 грамм, как тут декларировано. Прибыла эта габаритная посылка из Турции в Беларусь. Давайте смотреть, что тут такое. Вижу розничную упаковку и вот такую вот подложку еще обернутую. Микроскоп упакован в розничную коробку из плотного картона, на которой проиллюстрированы его функциональные возможности. Увеличение от 1 до 1200 крат. Изображение выводится на 7-дюймовый LCD-экран разрешением 1024 на 600 пикселей. 12 мегапикселей заявлена камера, высокое разрешение, снизу все то же самое, сделано в Китае. Опционально можно установить батарею. Экранчик прикрыт пенопластом. Вот такая вот инструкция в комплекте, яркая, цветная, иллюстрированная. Здесь уложен микроскоп с защитной пленкой на ЖК-экране. Так, что далее? Зарядное устройство с вилкой европейского типа, выходным разъемом USB-A, на котором формируется напряжение 5 В и ток 2 А. Кабель питания и синхронизации данных длиной 930 мм, в моем случае, с коннекторами USB на microUSB. Алюминиевая платформа с габаритами 165 на 120 и толщиной 5 мм, на тыльной стороне которой есть 4 крупные резиновых упора. Алюминиевая стойка высотой, если от контргайки, 136 мм, которая вкручивается в поворотное крепление платформы и фиксируется контргайкой. Удобно, что можно и под углом использовать. Здесь есть гайка, можно поджать с двух сторон, в принципе. По ней с помощью металлических колес перемещается вот такой алюминиевый кронштейн, в котором с помощью двух винтов фиксируется головное устройство. Головное устройство выполнено из черного недорогого пластика. Над экраном имеется Brand Mastool и в моем случае в него встроен аккумулятор. То есть по моей ссылке, если вы покупаете на Banggood, то данный микроскоп будет с аккумулятором. Аккумулятор заряжается током около 0,5 А до емкости 2741 мАч. Этого заряда хватает на 3 часа работы микроскопа с максимальной яркостью подсветки объектива. 7-дюймовый монитор имеет габариты 155 на 85 мм. Он прикрыт какой-то пленкой или стеклом. Его рамка всего 15 мм. Спереди под монитором расположено 6 кнопок и ручка управления для регулировки фокусировки или резкости. А также кнопки. Слева включение, меню, кнопочка D. Переключение режимов видеосъемка, фотосъемка и просмотр отснятого контента. А справа кнопки цифрового зума до 4 крат. Вверх-вниз, которые используются в меню для переключения пунктов меню. И кнопочка OK. Подтверждение. А эта же кнопочка используется для старта видеозаписи и спуска фотозатвора. Чуть правее маленький светодиод. Точнее, тут встроено 2 светодиода, красный и синий. Это индикатор режимов работы. На тыльной стенке имеется отверстие, в котором скрывается кнопка сброса до заводских настроек. И здесь же на грани слева сверху вниз размещен microUSB разъем для подключения кабеля зарядки. Далее слот под microSD карточку. Поддерживается объемом до 128 ГБ 10 класса. И такой потенциометр для регулировки яркости светодиодной подсветки. Снизу размещен объектив с матрицей 12 Мп, как заявлено, и по кругу 8 светодиодов подсветки. Головное устройство собрано в пластиковом черном корпусе. Представляет собой вот такую заднюю стенку, рамку с кнопками управления и колесом управления здесь. Колесо управления с помощью вот такой передаточной звездочки поднимает или опускает оптику, то есть двигает вверх-вниз. Далее вот такая плата, плата двусторонняя. На плате имеется такой контроллер, картридер. К этому разъему подключается аккумулятор, а к этому разъему подключается светодиодная подсветка. Аккумулятор, его номинал здесь как бы не указан или возможно он под трем-скотчем. Дисплей в металлическом корпусе вот с таким обозначением. И небольшой шлейф. Сначала вкладывается сюда аккумулятор, затем фиксируется плата, предварительно установив вот этот разъем. Затем подключается светодиодная подсветка, аккумулятор. Плата фиксируется тремя маленькими винтиками. Далее подключаю дисплей к разъему, укладываю его на свои позиции. Здесь трем-скотч, но он не отклеен. В принципе можно отклеить бумажки и зафиксировать его. И устанавливаю рамку. Так, и тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 винтиков. После сборки проверяем. Микроскоп включается удержанием кнопки включения. В рабочем режиме при питании от аккумулятора светодиод горит синим цветом. При питании от адаптера, то есть при зарядке, одновременно красным и синим цветами. В зависимости от выбранного режима работы, видео, фотосъемка или просмотр отснятого контента, которые переключаются циклично кнопкой D, при этом изменяется соответствующий значок видео, фото или просмотр отснятого контента. Меню имеет 3 разных окна с настройками и одну закладку с общими настройками. Меню вызывается кнопкой M для видеосъемки, имея следующие пункты. Выбор разрешения. Выбирается кнопкой OK. Здесь предлагается 1080px, 720px или VGA, перемещение кнопками вверх-вниз. Выбор периода циклической записи. Выключено 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Режим HDR. Выключен, включен. Регулировка экспозиции. От минус 3 до плюс 3, по умолчанию 0. И штамп даты на видеоролике. Выключен или включен. Меню для фотосъемки имеют следующие пункты. Выбор задержки спуска фотозатвора. Без задержки 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд. Выбор фоторазрешения. От VGA 640x480 до максимального разрешения 12MP 4032x3024. Следующий пункт перевожу так. Режим непрерывной съемки 3 последовательных кадров при спуске затвора. Можно выключить или включить. То есть нажимается на кнопку ОК и делается 3 снимка подряд, если включен. Дальше качество. Качество фото. Качественное, стандартное и сжатое. Конечно же качественное. Настройка резкости. Высокая, нормальная и, скажем так, мягкая или низкая. Конечно же высокая. Далее цветность. Нормальная, черно-белая или сепия. Вставлю нормальная. Можно регулировать параметр ISO. Автоматическое 100-200-400. По аналогии с видеосъемкой экспозиция. От минус 3 до плюс 3, по умолчанию 0. Режим цифровой стабилизации. Выключен, включен. В принципе можно и включить. И штамп даты на фотосъемке. Выключен, включен. Можно включить. В меню просмотра отснятого контента. Можно удалить конкретный файл или удалить все файлы. Установить или снять защиту от стирания на конкретный файл или все файлы. И воспроизвести слайд-шоу с периодом демонстрации картинки в течение 2, 5 или 8 секунд. Как вы заметили, в каждом из меню есть еще одна закладка. Это закладка общих настроек. Она вызывается кнопочкой M или D. Здесь можно установить длительность подсветки монитора. Без отключения 30 секунд светится 1-2 минуты. Установить таймер отключения полностью микроскопа или головного устройства. Это отключен таймер 3 минуты 5-10 минут. Далее установить частоту кадровой развертки для записанного файла. Можно выбрать 50-60 Гц, смотря где вы на каких платформах размещаете свой контент. Далее выбор 1 из 16 языков. Здесь есть английский, это оптимальный, потому что то, что предлагают русские, перевод и шрифт неприемлемы для чтения. То есть что-то переводит, что-то нет. И такой шрифт, очень широкий шаг между литрами, некоторые даже не вмещаются. Далее установка даты и времени. С помощью кнопок вверх-вниз меняем значение, кнопочка IK подтверждаем. Далее форматирование карты памяти, заводские настройки по умолчанию и версия прошивки. В моем случае вот такая. На мониторе отображается текущее разрешение для видео или для фото. Внизу текущее время и дата. А в правом нижнем углу отсутствие или наличие карты памяти и уровень заряда аккумулятора. Для видеозаписи используем кнопку OK. Появляется такое значение. И здесь начинается отсчет времени записи видеоролика и здесь штамп даты. И здесь мерцает красная точка. Запись устанавливаем также с повторным нажатием на кнопку OK. Далее можно просмотреть снятый материал. Здесь меняется значок видео, значит его длительность видеоролика, разрешение с которым снят и наименование файла. Снимает в MOV формате. Годится для монтажа мелких деталей, поскольку здесь платформа алюминиевая, можно даже и паять на нем. Достаточно все четко видно. Все элементы видны, микросхемы, номиналы их видны. Можно регулировать подсветку, если она излишняя. Вот такой калейдоскоп можно наблюдать, если менять фокусировку при просмотре под микроскопом обычного поролона. То есть вот эти лопнувшие пузырьки можно на краях навести резкость, потом в глубину вот этого отверстия, потом еще туда глубже. И в отраженном свете светодиодной подсветки поролон выглядит вообще как какие-то алмазы. Драгоценный камень. Вообще класс! Здесь можно рассмотреть дисплей смартфона. Минимальное расстояние до объекта, при котором еще возможна фокусировка 10 см. Здесь можно наблюдать, что на дисплее смартфона Sony красные, зеленые и синие пиксели расположены друг на друга столбцами при горизонтальной ориентации смартфона. Не понимаю, откуда китайцы взяли максимальное разрешение 1200 крат. Вообще очень удачный оказался дисплей диагональю 7 дюймов, точнее шириной 155 мм. Если разместить под микроскопом линейку, то 1 мм на этом дисплее только при оптическом зуме увеличится до 80 мм, ну 75-80, то есть 80 раз. А при максимальном 4-х кратном цифровом зуме только до 120 мм, то есть в 10 раз меньше, чем заявлено, не 1200, а всего 120. Но даже оптического зума 80 крат вполне достаточно для комфортной работы. Все манипуляции на дисплее отображаются без задержек, без лагов, то есть очень удобно для пайки. Но даже если вам покажется малым этот дисплей, микроскоп можно подключить к ноутбуку комплектным кабелем USB-Micro-USB. При этом возможно три варианта подключения, соответствующее меню отображается на экране дисплея. Первый вариант для обмена данными, при этом встроена в него карта памяти, выступает в качестве внешнего накопителя. Второй вариант в качестве веб-камеры, PC-камера, при котором изображение с микроскопа можно вывести на экран ноутбука. Все также без лагов в онлайн-режиме. И третий вариант, так называемый режим записи REC-MOD, при котором микроскоп только получает питание через USB. Отличный прибор, есть небольшие подергивания при настройке фокуса из-за очень простой системы его наведения, но вы сами видели это устройство. Если фокус выставить, то он уже не плавает, а стабилен. Отличный алюминиевый штатив и платформа позволяют под любым углом рассматривать объект и осуществлять пайку. Алюминиевую стойку можно наклонять назад относительно платформы, что позволяет сместить объектив и в него меньше попадает яркого света от LED-подсветки отраженного тогда объекта. Плавная регулировка подсветки. Удобно, что при выключении головного устройства автоматически отключается подсветка, что отличает ее от предыдущих версий, например, G600, по-моему. Есть настраиваемые таймеры для подсветки дисплея и всего микроскопа для экономии заряда аккумулятора. Единственный такой существенный недостаток – это высокая цена в $80. Но если он нужен, вы знаете, где его купить. Ссылка на него уже под видео. На этом я с вами прощаюсь. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok